Привет, друзья! На днях вышла глобальная версия MIUI 13 Pad, поэтому самое время рассмотреть ее во всех деталях. Если с урезанной мобильной версией все предельно ясно, и мы уже писали о ней свое мнение в телеграм-канале, то с версией для планшета все-таки есть что показать. Так что в этом коротком видео мы рассмотрим все новые фишки MIUI 13 Pad и чем она сможет порадовать глобальных пользователей. Наглядно проверим обещанный прирост скорости в сравнении с предыдущей версией MIUI на двух идентичных девайсах. И наконец проверим, насколько наши предположения в предыдущем видео оказались точны. Ну а пока с вас лайк и подписка, и мы начинаем. Большинство моих прогнозов в обзоре китайской версии прошивки, к сожалению, подтвердились. Тем не менее, несколько реально крутых фишек нам все же завезли. Но пойдем по порядку. Так, например, ожидаемо мы не увидели новый шрифт в Миссан. Как я ранее предполагала в обзоре китайской MIUI 13 Pad, на такой решительный шаг производитель не пошел, и фирменный шрифт так и остался эксклюзивом для Китая. А учитывая, что на планшете нет менеджера, тем установить даже вручную новый шрифт пользователь не сможет. Два новых пака обоев также не добрались в полной мере. И ни о каких динамических обоях речи даже не идет. Производитель удостоил глобальных пользователей исключительно статическими абстрактными обоями. И вот данный шаг мне решительно не понятят. В чем сложность докинуть пак новеньких обоев в и так скудное обновление, остается только гадать. В любом случае, при желании, вы всегда можете скачать полноценные живые обои с MIUI 13 Pad в нашем телеграм-канале. Там же сможете скачать свежую MIUI 13 для планшета. Ссылочка, как всегда, в описании. Но вернемся к обновлению. Что по обещанной оптимизации интерфейса приложений под экран планшета? В тех же популярных международных соцсетях, мессенджерах и прочих приложениях интерфейс по-прежнему не адаптирован под форм-фактор планшета. Аналогичная недоработка и с приложениями, которые в принципе не поддерживают альбомную ориентацию. Планшет по-прежнему принудительно запускают их в портретной и, например, при использовании Pad 5 в паре с чехлом-клавиатурой, это выглядит особенно убого. И почему нельзя было добавить возможность запуска подобных приложений хотя бы в плавающем окне? Как минимум, не требовалось бы каждый раз вертеть планшет. Далее обещанный прирост скорости. По заверению разработчиков, он здесь есть и должен достигать до 52% в сравнении с предыдущей версией прошивки. Что ж, вот у нас два Xiaomi Pad 5. На одном установлены MIUI 12.5 Enhanced, а на другом свежая MIUI 13 Pad. Давайте внимательно посмотрим, есть ли какой-то реальный прирост в скорости запуска, как в системных, так и сторонних приложениях на двух идентичных девайсах. Как видите, улучшения по части производительности, пусть и не критичные, но все же есть. Так что, вполне возможно, заявленный показатель прироста в 20% для системных и 52% для сторонних приложений вполне реальный. Однако, не думаю, что без наглядного сравнения, как в нашем случае, рядовой пользователь заметит какую-то серьезную разницу после обновления. Все-таки и MIUI 12.5 Enhanced на Pad 5 была и так достаточно быстрой. И да, чтобы исключить вероятность того, что моя левая рука могла нажимать на иконки приложений с запозданием, мы меняли планшеты местами, и результат был неизменен. MIUI 13 Pad стабильно открывала все тестируемые приложения чуть быстрее. Так что запусти небольшой, но все же прирост скорости в MIUI 13 Pad разработчикам лайк. Но перейдем к более ощутимым изменениям. Во-первых, до глобалки добрались такие улучшения по части плавающих окон. В MIUI 13 Pad реализовали возможность одновременного запуска до двух активных окон со свободной регулировкой размера. А в зависимости от размера окна будет меняться и режим отображения, портретный или альбом. По запуску приложений в плавающее окно также есть нововведение. Да, способы запуска окна по свайпу из угла экрана нам не завезли, и это явно связано с тем, что по данному жесту в глобалках запускается ассистент, как мы и предполагали. Но зато два остальных способа все-таки реализовали. Так теперь окна можно запускать прямо с рабочего стола с помощью шортката по длительному нажатию на иконку приложения. Также доступно вытягивание приложения в плавающее окно из новой глобальной панели задач, что особенно удобно. И вот тут-то и начинается самое интересное. В MIUI 13 Pad таки появилась, как по мне, самая значимая фишка обновления – глобальная панель задач. И это реально очень важное нововведение, которое раскрывает новые возможности перед пользователем. Механика панели аналогична, как и в китайке – удобный запуск по свайпу вверх в любом месте. Так что в случае, если на планшете открыто какое-либо приложение, в нижней части дисплея по обе стороны от привычного индикатора жестов появляются две серые полоски. Свайпом по ним в любое время и в любом месте можно открыть эту панель задач и получить доступ к избранным приложениям, а также недавно запущенным для быстрого переключения между ним. Фишка действительно очень удобная и в связке с улучшенными плавающими окнами дает по-настоящему новый опыт пользования планшетом. А вот еще одну интересную фишку глобальные пользователи все-таки не дождутся. И речь идет о режиме раздачи хендов, которая позволяла объединять смартфон и планшет в одно семейство в реальном времени. Так, например, можно было начать работу в приложении на смартфоне, а затем моментально продолжить ее на планшете. Подобная механика актуальна и для просмотра видео. В общем, функция действительно полезная, но, к сожалению, глобальным пользователям недоступная. Дело в том, что хендов напрямую завязан с MIUI+, которая, как всегда, недоступна для глобальных пользователей. И даже если установить MIUI+, вручную и попытаться запустить через Activity Launcher, заветный режим раздачи хендов все равно не будет работать. Также очередным эксклюзивом для Китая останется и новый режим инкогнито, который позволяет в один клик приостановить доступ к геолокации, микрофону и камере для всех приложений. К слову, в коде приложения безопасность данная функция есть, и ее можно открыть через Activity Launcher, но и как с режимом хендов работать она не будет. А вот глобальных пользователей под пятых с фирменным чехлом клавиатуры разработчики не оставили без внимания. Что логично, продавать клавиатуру нужно, а для этого не помешало бы доработать стабильность и механику работы. В глобальном обновлении MIUI 13 Pad появилась настройка собственных комбинаций клавиш. Так что помимо базовых комбинаций, например создания скриншота, можно настроить комбинации для запуска любимых приложений. По двойному тапу фирменной кнопки можно быстро переключаться между ними, а однократным нажатием вызывать глобальную панель задач. В целом, повторюсь, работать с клавиатурой стало действительно удобней. Ну и самый нашумевший вопрос по MIUI 13, что по новым виджетам. Как и в китайской версии, здесь их нет и даже ждать нет смысла. В коде планшетной версии рабочего стола глобалки все так же нет намека на их появление. Так что это очередной эксклюзив для смартфонов в некоторых регионах. Ну и что можно сказать по итогу. Если после китайской версии MIUI 13 Pad у меня были неоднозначные впечатления, то после запуска глобалки я бы сказала, что больше разочарована. По факту ничего нового, за исключением глобальной панели задач и улучшенных плавающих окон, пользователь не увидит. На мой взгляд, подобное обновление никак не тянет на полноценную следующую версию прошивки. Это максимум доработка в рамках одной версии и не более. И даже мне, активному ценителю продукции Xiaomi, решительно непонятно, как можно гордиться новой версией MIUI в этом году. А что думаете вы по поводу обновления MIUI 13 Pad? Делитесь своим мнением в комментариях и, конечно же, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, пока-пока!